Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Это новое видео по Energizer и, в принципе, по грядущим обновлениям. Мне есть, в принципе, что рассказать. Но начнем мы, конечно же, с того, что у нас вчера вышел видеоблог. Все ребятки, кто его посмотрел, уже, в принципе, имеют представление, как у нас произойдет переход модулей. Для тех, кто не знает, я вкратце попытаюсь рассказать, в принципе, все, что я рассказывал в прошлом видео о том, что все наши модули заберут и преобразуют во что-либо. И всего в гараже останется только 14 модулей. Так оно, в принципе, все и произойдет. 14 модулей одинарных по одному слоту, а по одному резисту, который так же само можно будет прокачивать, ничего нового не будет. Все будет, в принципе, так, как я уже и рассказывал. Ну, а во что же перейдут наши модули? Они перейдут в своеобразные батарейки. И самое главное, что бы хотелось мне сегодня рассказать, это то количество, в котором оно будет выдано. Пока находится в секрете, но уже в ближайшее время, в принципе, данную информацию сможет узнать каждый. И узнать, в принципе, сколько батареек ему начислят. Что касается модулей, посчитав вчера на стриме, кто был вчера на стриме, в принципе, уже эту информацию слышали. Но я думаю, что не все присутствуют, не все знают. То количество модулей фуловых у меня превышает за 46. Если считать вместе со старыми, то есть при данном обновлении у меня будет сразу же, как я понял, вот эти вот все 14 одинарных модулей фуловых. И очень-таки большая сумма данных батареек. Сколько же они будут стоить? Мое предположение, что одна батареечка будет стоить в районе 10 тысяч кристаллов. Я думаю, это будет оптимальная такая цена. Но, в принципе, что придумали по данному поводу разработчики в игре, пока никто не знает. И цена тоже как бы находится в секрете. Но я думаю, в принципе, 10 тысяч это было бы разумно. Все-таки цена на припасы у нас, в принципе, не такая большая. Ну, а это будет как слот к припасам. Я думаю, вот где-то здесь, где золотой сейчас ящичек находится, здесь появится вот это вот. У нас батареечка. И количество, я думаю, у меня будет, ну, 10 тысяч точно должно быть батареек. Самый прикол, наверное, с этими батарейками, что, как вы уже вчера слышали, что это все будет для дронов. Дронов, дроны, как вы знаете, уже можно прокачивать. В принципе, данное видео на данную тематику я мог выложить уже пораньше. В принципе, всю информацию, которую сказали в видеоблоге, я уже знал. Мне уже как бы доложили, если так можно сказать. И что же касается дронов, то дроны можно прокачивать. Это будет так же само, как, например, вот у нас есть сейчас в игре устройство, да. На определенные пушечки есть устройство. Так же само, примерно, как-то это будет выглядеть. Либо это будет здесь, вот отдельный слот, где у нас, например, пушки, корпуса, защита, там, краски и так далее. Здесь будет такой слотик с этими дронами. Либо же они будут прикреплены к определенным пушкам. Что, скорее всего, вероятно, что так и будет. В принципе, изначально была информация та, что будут дроны, которые будут прикреплены к определенным пушкам. Пока нам сказали именно про три дрона. Там один дрон, который с аптечкой связан. Другой повышает какой-то там шанс урона или что-то в этом роде. Я не помню уже, что там было. И третий дрончик, который у нас появится, это будет дрон, который, 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 сейчас я вспомню, что он там делал. Только что я его помнил, блин, забыл. С аптечками, потом этот урон повышает. А, и дрончик, который нарочку сразу же от респа включает на какие-то короткие 15 секунд. Но у тебя нарочка сразу фулл нара на 15 секунд появляется. Вот такие вот первые три дрона, они выйдут. И что касается дронов, то, скорее всего, какой-нибудь из этих трех, а может даже и все три, все зависит от их цены. Я сразу же себе прикуплю, протещу, покажу вам, запишу ролик. И вы, конечно же, его оцените. Что касается дронов, в принципе, все так. Также у нас в видеоблоге было сказано про матчмейкинг и про режим с джаггернаутом. В принципе, все вы должны уже знать, именно как оно будет выглядеть. Но и даже по этим обновлениям двум у меня есть информация. Вот как раз-таки неделька у меня заканчивается, три контейнера получаю. Возможно, таки сегодня еще будет ролик по контейнерам запишу. Ну, не знаю, посмотрим. Что касается, что касается, о чем, о чем, о чем, о чем я остановился. Так, что касается, что касается именно таких двух обновлений, матчмейкинг и джаггернаут, почему все-таки такая задержка? Главная проблема с матчмейкингом, которая у нас была, то, что, например, игроки заходят в бой, их распределяют не совсем правильно, и та команда, которая проигрывает, просто выходит с боя. И, в принципе, это начинается игра в одни ворот. В принципе, все ясно, все понятно, и именно вот таки по этому данную всю фишку преобразовали в то, что теперь даже за проигравшую сторону, если ты хорошо играешь, хорошо набиваешь опыт, ты сможешь неплохо-таки себе подзаработать кристаллов. С одной стороны, я бы сказал, что это как бы плюс для всех игроков, которые играют соло, у них нет никакой команды, и тогда они ничем не рискуют, в принципе, играют в свое удовольствие, набирают опыт по своей возможности, по своему скиллу, и при этом еще неплохо-таки зарабатывают, даже если проигрывают. Но для игроков командных, например, для таких игроков, как я, которые любят играть всегда вместе с кем-то, нагибать и не давать фонд противнику, это, конечно же, ну, своеобразный минус для заработка, то, что не так много можно будет фармить из вот такого вот обновления. А что касается Джаггернаута, то я могу сказать то, что данное обновление никак не могут ввести, потому что не могут реализовать этот Джаггернаут правильно. Все-таки вы сами понимаете, что когда, например, у игрока появляется этот Джаггернаут при входе в бой, все игроки сразу это видят, если Джаггернаут находится не на нем, то они, я думаю, по большей части просто будут выходить из боя. А зачем им бороться против того, который имеет хорошее вооружение, еще и неплохой такой резист, и его тяжело слить? Если он не у тебя, ты просто выходишь. И в этом таки и происходит весь дисбаланс, то, что при матчмейкинге и при этом режиме с Джаггернаутом не будет стабильности, а чтобы таки сделать данную стабильность, было придумано решение такое, которое еще никто не слышал, еще никто эту информацию не знает, было придумано решение именно таки сделать невидимым данный Джаггернаут, и чтобы при входе в битву никто не смог увидеть, на ком он имеется, чтобы не выходить с карты, а только при убийстве данного игрока можно будет увидеть, например, вот у него был Джаггернаут, и тот такой игрок тоже его получает. Не знаю, как это будет скрыто и как это будет реализовано, но что-то в этом роде планирую сделать, чтобы игроки, увидев Джаггернаут, не выходили с боя, а продолжали играть, и не хотели даже выбегать из-за того, что видят такого-таки злостного противника. В принципе, в принципе, что бы я еще сегодня хотел рассказать, в принципе, про Энерджайзер все-таки уже более-менее все понятно, переход, что я могу сказать в целом, переход сделан, сделан, может быть, не совсем верно, не совсем в то, что я хотел, но переход есть, это самое главное, то, что недовольных игроков будет немного, и при всем этом раскладе почти все игроки смогут неплохо-таки иметь модуля, играть без проблем, и нагибать, я думаю, тоже не составит никакого труда. Но главный вопрос на данное время, который у меня есть, к разработчикам игры в целом, это с чего тогда они будут иметь все-таки свою вот эту прибыль, с чего можно будет зарабатывать для них. В принципе, задав данный вопрос им, и в принципе, недолго подумав, я думаю, что главная связочка заработка именно денег, и во что будут вкладывать игроки, будет весь связан данный уклон на дроны. Цена дронов, значит, должна быть не очень-таки маленькая, и при этом еще их надо будет прокачивать. Поэтому я думаю, это будет такие недешевые удовольствия, и не все игроки смогут им пользоваться. Ну, а все, как это будет реализовано, в принципе, мы узнаем уже в совсем ближайшее время. Ну, и также я хотел бы сказать, что вся информация, которая будет у меня появляться со временем, если же она будет такой актуальной, то обязательно будет записываться видео, и я буду с этой информацией вас знакомить, рассказывать что-то интересное. Ну, а на сегодня, в принципе, я буду заканчивать. Если понравился вам данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также переходите в группу ВК, подписывайтесь на нее, и на данный момент в группе проходит конкурс на 300 тысяч кристаллов, участвуйте в нем, розыгрыш призов уже завтра, поэтому успевайте. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. С вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Пока, ребят.